Искупление Что мормоны понимают под словом искупление? Церковь мормонов утверждает, что Иисус Христос искупил нас от физической и духовной смерти и пострадал за наши грехи в Гефсиманском саду и на Голгофском кресте. Как мы с вами уже читали. Искупление Христа гарантирует каждому человеку, родившемуся на земле, воскресение и бессмертие. То есть каждый человек, который родился на земле, благодаря тому, что Христос умер за него, он однажды тоже, умерев, воскреснет и уже больше никогда не умрет. То есть он будет существовать вечно в одной из степеней славы. Не обязательно в небесной, но в какой-то степени славы, которая будет вам подходить лучше всего. Однако проблему отделения от Бога, духовной смерти, искупления Христа полностью не решает. И поэтому должно быть дополнено нашими собственными делами. Вот что они по этому поводу говорят. Во время жизни на земле мы отделены от Божьего присутствия. Посредством искупления Иисус Христос освобождает каждого человека от этой духовной смерти. Дальнейшая духовная смерть является результатом нашего собственного непослушания. Наши грехи делают нас нечистыми и неспособными обитать в присутствии Бога. Посредством искупления Иисус Христос дает нам избавление от этой духовной смерти, но только в том случае, если мы проявляем веру в Него, раскаиваемся в наших грехах и соблюдаем законы и таинства Евангелия. Помните, да, благодать его спасены после всего того, что вы можете сделать. Вот это как раз и есть то, о чем здесь идет речь. По сути, искупление Христа в богословии мормонов всего лишь дает человеку, которому уже гарантировано этим искуплением воскресения и бессмертия, возможность заслужить лучшее положение в послеземной жизни. То есть из тех вариантов существования после смерти, которые существуют в принципе, у человека есть возможность получить наилучший за счет совершения каких-то определенных дел, обрядов и выполнения определенных законов здесь на земле. То есть, по сути дела, в каком-то смысле Бог предлагает человеку спасти самого себя. Но спасти не от погибели, а просто приобрести некое лучшее положение в будущей жизни после земли. После этого наставления на вас ляжет ответственность за ваши собственные грехи. Это желанная честь, так ходить перед нашим небесным Отцом, чтобы спасти себя. Мы все отвечаем перед Богом за то, как мы развиваем свет и мудрость, дарованный нам Господом, чтобы у нас была возможность спасти себя. И потому, если мы с вами, получив ценой искупления Христова гарантию воскресения и бессмертия, потом не придем ко Христу, не покаемся в своих грехах, не полюбим его всем сердцем и не будем выполнять его заповеди, это будет означать, что Христос за нас умер напрасно. То есть, мы с вами не получим того высшего спасения, ради которого все это затевалось. Один из мормонских апостолов, которого зовут Буэт Пекер, он попытался объяснить роль Христа в нашем искуплении при помощи одной притчи. Притча выглядит таким образом. Некий человек, несмотря на то, что его постоянно предостерегали о том, что брать в долги, влезать в долги нехорошо, решил все-таки взять взаймы у жестокого кредитора и взял достаточно большую сумму денег, которую не смог вовремя выплатить. Должник сказал кредитору, что он не может вернуть деньги, кредитор сказал, что отнимет у него все имущество и посадит должника в тюрьму. Должник начал умолять, чтобы тот просил ему долг или хотя бы отсрочил уплату этого долга, но кредитор ссылался на закон и на справедливость. Два идеала, идеал милосердия, идеал закона вступили в неразрешимое противоречие. И вот тут появляется еще один персонаж, который предлагает выход из тупика. Появляется друг должника, который говорит, давай, кредитор, я тебе заплачу ту сумму денег, которую мой друг тебе должен, и таким образом его долг будет на мне. То есть он мне будет должен, а не тебе. И все договорились, заплатил деньги, все замечательно. До этого момента притча Пекера более-менее совместима с христианским учением об искуплении. Ну как бы да, мы не можем заплатить наш долг Богу, Христос приходит на нашем месте, берет на себя наш долг и своей смертью наш долг выкупает. Вот тут история получает совершенно неожиданный поворот. Прежде чем уплатить долг своего друга, спаситель обращается к нему с вопросом, если я заплачу твой долг, то признаешь ли ты меня своим кредитором? Благодарный должник с радостью соглашается, и тогда друг говорит ему, ты будешь выплачивать мне свой долг, и я поставлю тебе условия уплаты. Это будет нелегко, но тем не менее возможно. Вот это вот Пекер называет иллюстрацией искупления, которое Христос совершил. На самом деле происходит совершенно замечательная вещь. Если все произошло так на самом деле, то Христос не спас нас от долга. Он сам стал нашим кредитором. Просто он поставил нам другие, более милосердные условия, выплаты нашего долга, которые мы могли бы выплатить, которые мы могли бы выдержать, с которыми мы могли бы справиться. То есть, по сути дела, искупление вообще не произошло. Просто произошел перерасчет долга. Вместо одного кредитора у нас получился другой кредитор, немножко более милосердный. Но мы все равно остались ему должны. Проклятие закона все равно над нами висит. Никуда от нас не делось. И самое это страшное заключается в том, что по библейским понятиям мы понимаем, что если это так, то не изменилось вообще ничего. Потому что мы в равной степени не можем выплатить этот долг вообще никому. Ни Отцу, ни Христу, никому бы то ни было другому. Потому что никак еще, кроме собственной жизни, мы этот долг заплатить не в состоянии. То есть, получается, что искупления на самом деле не было. Как мы были должны своей смертью Богу Отцу, так мы теперь должны своей смертью Богу Сыну. В отличие от мормонтского Бога, Бог Библии на самом деле нас помиловал. Он простил нам наши грехи. Не вменил нам наших грехов и преступлений ради той жертвы, которую Сын за нас принес. Он не стал ставить нам никаких условий, ничего не потребовал взамен, потому что знает, что мы не можем сделать ничего для того, чтобы заслужить себе это прощение. По благодати он просто помиловал нас, вложил в нас веру, объявил нас праведными и посадил нас одесную престола величия на небесах. Библейское милосердие – это не отсрочка платежа, это полное его прощение. Но в мормонтском учении этого совершенно нет. Если вы хотите увидеть настоящую разницу между учением мормонов об искуплении и библейским учением об искуплении, сравните вот эту притчу Бойда Пакера с библейской притчей о жестоком рабе. Помните, да? Человек, который попросил прощения своего долга огромного у своего кредитора, а потом выйдет и стал трясти какого-то своего должника за какую-то совершенно незначительную сумму денег. Вот сравните то, что Господь говорил в этой притче с тем, о чем говорит здесь Бойд Пакер, вы увидите, насколько разное представление об искуплении в христианстве, в Библии и в мормонтской церкви. Исходя из всего, что было сказано выше, в мормонтской церкви, по сути дела, нет места спасению по благодати. Интересно, что сами мормоны говорят о том, что учение о спасении по благодати через веру – это вторая величайшая ересь христианской церкви после учения о троице. То есть нет такого понятия, как спасение благодати через веру. Вот что они по этому поводу пишут. Одно из самых ложных учений, порожденных сатаной и вынесенных на всеобщее обсуждение человеком, заключается в том, что человек спасается одной лишь благодатью Бога, что одна лишь вера в Иисуса Христа – это все, что нужно для спасения. Сектантская догма оправдания по одной лишь вере оказала пагубное влияние. Интересно, что истоком или корнем учения об оправдании по вере Джеймс Телмодж, мормонский апостол, который достаточно много об этом писал, считает кальвинистское учение о двойном предопределении, о том, что Бог предупредляет одних к погибели, а других к спасению. Но почему-то приписывает авторство этого учения Мартину Лютеру, который всю жизнь это учение как раз отрицал и никогда с ним не был согласен. На самом же деле богословской предпосылкой оправдания одной лишь веры является представление о полной греховности человека и абсолютной неспособности его что-либо сделать для своего спасения. Если мы понимаем, что мы настолько греховны и настолько виноваты перед Богом, что абсолютно неспособны что-либо сделать, чтобы решить эту проблему, остается только один выбор, остается только одна идея, одна возможность. Это божественное вмешательство, его благодать. Оправдание только по вере во Христа, потому что добавить к этому мы ничего не можем. Ну, соответственно, церковь мормонов перетолковывает этот факт, перетолковывает понятие благодати и объясняет его следующим образом. «Благодать — это укрепляющая сила, которая позволяет мужчинам и женщинам обрести вечную жизнь и возвышение после того, как они приложат все свои лучшие усилия. Ибо мы знаем, что по милости его мы получаем спасение после всего того, что мы можем сделать». Второй нефий 25-23. То есть, вы делаете все, что можете, если Господь сочтет, что вы это делаете правильно и сделали все, что могли, Он вам, так сказать, покроет вашу разницу. Но без дел, без ваших, все равно вы спастись не сможете. Ну и, соответственно, как я уже говорил, для того, чтобы понять, насколько велика разница между книгой Мормона и Библией в этом отношении, достаточно сравнить эту цитату, последнюю из книги Мормона, со словами апостола Павла в Посланнике Фессианам, 2 глава, 8-9 стих. «Во благодать, и вы спасены через веру, сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Божья благодать – это единственное, что дарует нам спасение. Поскольку Мормоны искажают суть понятия благодати, суть понятия искупления, соответственно, они должны исказить или немножко изменить смысл, который они вкладывают в понятие Евангелия. Вместо благой вести о том, что искупительная смерть и воскресение Христа даровали нам прощение грехов и мир с Богом, они превращают Евангелие в очередной набор заповедей, которые человек должен выполнять. В сущности, мы с вами уже слышали об этом, когда говорили о том, что человек может стать Богом, если он будет следовать установлениям вечного Евангелия, так же, как Бог это делал до него, когда сам проходил школу земной жизни. Вот что они пишут нам по этому поводу. «Иисус Христос, наш искупитель и спаситель, дал нам карту, свод законов и заповедей, посредством которых мы можем достичь совершенства. В конечном итоге божественность. Этот свод принципов и законов известен как Евангелие Иисуса Христа. Это единственный план, который возвысит человечество». Совершенно ужасная вещь. Мормоны под Евангелие, под вестью о том, слово, которое обозначает весть о том, что Бог ценой смертью Христа простил нам все грехи и не вменил нам наше преступление, мормоны берут это слово и используют для обозначения бремени закона, который они выдружают на плечи человека. И говорят, благая весть Христа заключается в том, что он написал вам новые условия, при помощи которых вы можете отработать свой грех, заработать себе спасение перед Богом. И вот это они называют Евангелие. Ужасная вещь. В учении мормонов на самом деле не просто искаженная Евангелие. Там Евангелия просто нет. Евангелием они называют очень извращенную форму закона. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Рождение свыше или крещение. Важной частью спасения мормонская церковь считает водное крещение, которое они отразделяют с перерождением. То есть рождением свыше или новым рождением. Здесь очень важный момент такой, что крещение как бы оно не само по себе несет в себе некую благодать. То есть не является таинством в понимании православным, католическим или лютеранским. Само по себе крещение – это просто как бы некое внешнее знамение. И важно не столько то, что происходит с вами снаружи, сколько то, с каким отношением вы к нему подходите. То есть крещение – просто некое завершение этапа вашего развития. Они пишут по этому поводу следующее. После крещения мы начинаем вести новую жизнь. Вот почему мы называем его перерождение. Одним из великих благословений крещения является то, что оно дает нам новое начало на нашем пути, ведущем к вечной жизни. Эта перемена происходит сегодня с каждым сыном или дочерью Бога, который или которая раскаивается в своих грехах, смиряется перед Богом и ищет прощение и отпущение грехов через крещение погружением, совершаемое тем, кто уполномочен совершать это священное таинство Евангелия Иисуса Христа. Ибо именно об этом новом рождении говорил Христос Никодиму, что оно абсолютно необходимо, чтобы люди могли увидеть царство Бога, и что без него ни один человек не может войти в царство. То есть, иными словами, вот это вот водное крещение – это момент, когда человек упрощается все его грехи, он обретает как бы новое начало. Теперь он может, освободившись от своего прошлого, зарабатывать себе со спокойной совестью вот это вот более высокое положение в будущей жизни. Соответственно, единственным правильным видом крещения мормоны считают крещение полным погружением, причем совершенно обязательно тем лицом, который имеет право совершать это крещение. То есть, человек, который имеет священство. Без священства крещение недействительное и прощение грехов не дарует. С крещением полным погружением вышла такая интересная история. Некоторое время назад, в конце 90-х годов, один христианский журналист решил обойти разные конфессии, разные организации религиозные, которые называют себя христианами, и расспросить их о том, во что они верят. И в числе прочих он пришел в мормонскую церковь, и вместо того, чтобы расспросить их по-настоящему важных вопросах, во что они верят, кем они считают Христа, он спросил, вы креститесь во имя Троицу? Да. Крестят полным погружением? Да. Замечательно. Значит, практически наши братья. И в этом отношении, на самом деле, такой внешний момент, он действительно может показаться людям очень знакомым. То есть, вроде как крещение очень похоже на то, чем занимаемся мы, что делаем мы в христианской церкви. Но смысл, который мормоны вкладывают сюда, он совершенно другой. Крещение – это символ, который обозначает начало новой жизни и знаменует собой прощение грехов, которые Бог нам дарует. На основании современных откровений мормоны устанавливают минимальный возраст крещения – 8 лет. То есть, меньше 8 лет они никого не крестят. Кроме того, мормоны не крестят людей, которые физически не способны отделить правильно от неправильного. То есть, человек, который по возрасту или по состоянию здоровья не способен принимать такие сознательные решения. Дар Святого Духа. Дар Святого Духа. Значит, помимо того, что человек должен получить водное крещение, которое является необходимым условием для дальнейшего духовного развития, человеку еще необходимо получить дар Святого Духа. Причем, мормоны говорят, мормоны подчеркивают особо, что речь идет именно о даре Святого Духа, потому что Святой Дух, он же не вездесущ, и поэтому человек получает не самого Святого Духа, а получает просто его дар. В чем этот дар заключается, это тоже такой достаточно интересный вопрос. И для этого существует специальный обряд, когда дар Духа Святого передается человеку через возложение рук, человеку уполномоченного это делает, то есть, через руки священника. Мормоны подчеркивают разницу между временным влиянием, которое Дух Святой оказывает на самых разных людей, в том числе и на некрещенных, и его постоянным присутствием в жизни человека, которое возможно только при условии возложения рук священства. То есть, если на вас мормонский священник руки не возлагал, и вам кажется, что Дух Святой в вашей жизни работает, на самом деле это не так, это физически невозможно. Только при возложении рук священства Дух Святой может прийти в вашу жизнь. Однако, даже возложение рук священства еще само по себе не гарантирует, что Дух Святой будет постоянно присутствовать в вашей жизни. Потому что Дух Святой сам сходит на человека только тогда, когда считает его достойным и верным. То есть, допустим, если вы оказались недостойным и неверным, на вас возложили руки священники, Дух Святой на вас не сойдет. Это только тогда, когда вы приведете свою жизнь в некое соответствие с его правилами, только тогда Дух Святой сам, выбрав нужное время, на вас сойдет. Они говорят об этом следующее. Крещение должно сопровождаться наделением Святым Духом, которое делает нас духовно живыми. Точно так же, как Бог вдохнул в Адама дыхание жизни, когда сотворил его. Без Святого Духа мы были бы духовно мертворожденными и не имели бы силы, чтобы войти в присутствие Бога, Вечного Отца. Опять же, речь идет о том, что мы получаем некую силу для того, чтобы в дальнейшем совершать правильные дела и тем самым заработать себе некое лучшее положение в послеземной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова